Проект «Няня за местом мать» прошел апробацию вот тут, у областной дитяшей клинической больницы. Почавший он у версии минологахода и притягивался около 8 месяцев. У вынеку проект признали поспеховым и вы решили притягнуть, але уже в большезначных масштабах. Когда ранее областная организация «Червоного крыша» притягивала всего одна няня, то теперь уже пять. Причем, о причах Гомеля проект реализуется так само у Мазары и Речицы. Переглядели и систему финансования. Летость у всей выдатки оплачивал «Червоный крыш». Зараз работа доброохотников финансуется за кост спонсорских сродков, а для головной засталось и неизменным, да помогла у больницах детям, до яких не могут прийти батьки. Медперсонал учреждений, конечно же, оказывает поддержку, и они ухаживают за этими детьми, но этого не совсем достаточно, потому что, ну, поддержать их на руках, просто поговорить, успокоить после любой процедуры, поменять подгузник, и просто поиграть, и окружить их заботой и лаской – это уже, конечно, обязанности наших нянь Красного Креста. Для удела у проекции добрали пять женщин. Областной организации «Червоного крыша» кажут, что пропановы от мужчин были так само, але пакуль притягнуть их до догляду за детьми не разыкнули. Олеся Кудленко приходит в эту палату что день, а прича выходных. Працовный день с 8.30 до 17.00 – весь этот час присвячен детям. Уже в ближайшие дни за спонсорские сродки «Червоный крыш» набуде развиваючи огульни, и тогда износины станут еще больше разностайными. Але в любом случае ничего не заменить душевной теплой и широкое ожидание допомогать. Год назад я оказалась в подобной ситуации. У меня ребенок заболел и попал в палату, где места для мамы не предоставляли. Я очень сильно расстроилась, и все свободное время я посещала его, и тоже лежали такие детки. Мне было очень жалко, на самом деле. И вот я решила свой вклад внести. Меж тем, сегодня областной организации «Червоного крыша» кажут об ожидании долучиться до проекта еще некольких населенных пунктов. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель».